ГОССЕКРЕТАРЬ БЛИНКЕН Узнав, что Блинкен будет в Берлине, дипломатической оказией воспользовались также коллеги из Британии и Франции, министр Ле Дриан и замглавы форен-офиса Клеверли. Хотя изначально речь как будто бы шла о двусторонних консультациях. Большой нужды в их присутствии, в общем-то, и не было. США могут быть в достаточной степени уверены в лояльности Лондона и Парижа. Это с Германией все не так просто. Вот, например, журнал «Шпигель» задается вопросом, а как долго страна сможет продержаться без российского газа? Ну это вообще просто уму непостижимо. Это на тот случай, если Москва ответит контрсанкциями. Рейтер сообщает, что американское правительство проводит консультации с энергетическими компаниями на случай перебоев с поставками газа из России в Германию. Но даже американского газа будет недостаточно для Европы. Если «Газпром» остановит поставки, это будет огромной проблемой прежде всего для Германии. Госсекретарь встречается с канцлером Шольцем, нежелание которого применять какой-либо из санкционных сценариев хорошо известно. Но и ему приходится встраиваться в хор союзников. Накануне он произнес онлайн-речь на Довозском форуме, где, в общем, дал правильный ответ на сакраментальный вопрос. В чем сила, брат? Ключевой принцип нашего общего европейского миропорядка – недопустимость нарушения границ. Сила в правде, а не наоборот. Я даже спорить с вами не буду, потому что это правда. Самым эффективным рычагом поддержки Украины является недвусмысленное и, прежде всего, единодушное обязательство ЕС, Большой Семерки и НАТО. В том, что любая дальнейшая агрессия будет стоить дорого российскому режиму – экономически, политически и стратегически. Вопрос о цене ключевой. Газета «Дивельт» крайне скептически размышляет об эффективности санкций, какую бы из 18 их степеней Запад не решил применить к России. И плевать им на наши С-500. В ходе всех контактов с Москвой на прошлой неделе нашей коллективной целью был поиск дипломатического пути для снижения напряженности в связи с массированной агрессией российских войск. У Энтони очень интересная и напряженная жизнь и работа. Вчера он был в Киеве, сегодня в Берлине, а завтра в Женеве. Если в Берлине, логично, переговоры будут проходить с немцами, а Аналина Бербек только что вернулась из Москвы, и у нас есть разбор ее переговоров с Сергеем Лавровым, то в Женеве будут переговоры с товарищем Лавровым. Что важно? Я, наверное, один из первых людей в этой стране, начал говорить без паники задолго до того, когда это стало модным. А что мы будем делать, если Путин не нападет? И я ни в коем случае не хочу уменьшить угрозы военной безопасности. Мне военно обязанному совсем не нравится, когда российские орды скапливаются у украинских границ. Но, по-моему, все-таки на эту ситуацию нужно смотреть спокойней и называть вещи своими именами. И давайте попробуем в этом видео разобраться, что же происходит вокруг нас и в Украине. После долгого, скажем так, молчания даже выступил президент Украины Владимир Зеленский с таким же роликом, который был посвящен тому, что хватит паниковать и нервничать. Сейчас единственный привод для паники, если после 8 лет войны мы будем сейчас поддаваться панице. И на самом-то деле я с Владимиром Александровичем Зеленским в данном случае согласен. А если кому-то не нравится Зеленский, вы можете использовать мою формулу. Если вас фамилия президента раздражает, вы используете только первую часть. Президент Украины. И тогда все становится немножечко по-другому. Потому что за этим, за словами президента Украины, стоит вся государственная машина. И понятно, что Владимир Александрович, по-моему, он немножечко недоволен западными СМИ и западными политиками, которые очень громко говорят о том, что Путин может напасть. И его понять можно. Дело в том, что это сильно влияет на положение дел в экономике Украины. Гривня что-то зашаталась. Западные инвесторы перестали сюда заходить. Я вам более того скажу, что я провел две консультации за эту неделю, которые касаются бизнеса непосредственно. В частности, я консультировал людей из Херсонской области, когда они задали вопрос, а сеять ли нам помидоры? Я об этом уже говорил. И мой ответ был сеять. А вторая консультация, это уже международный бизнес. Мои друзья из Хорватии, у которых тут есть несколько, скажем так, мест, где они работают. И это связано с сферой обслуживания, со всякими вкусностями. Задали мне вопрос. Рома, как ты думаешь, они на вас нападут? Или мы все-таки можем расширяться? И ответ мой был точно такой же. Риски есть всегда. Но вперед. Тут с Дмитрием Кулеба я не соглашусь, потому что оружие уже давно достали. И сейчас его количество увеличивается. Причем не только на границах Украины. Спасибо нашим западным партнерам, которые, несмотря на то, что все-таки, я так понимаю, в администрации, нет, в офисе президента Украины считают маловероятным сценарий полномасштабного вторжения. Но, тем не менее, еще раз, от этого нагнетания Украина во многом уже выиграла. Что мы имеем? Давайте попробуем разобраться. Значит, полная, полнейшая консолидация Запада в отношении поддержки Украины. И это не 2014 год, когда нам говорили, ой, не стреляйте, лишь бы не было войны. Слушайте, как только было объявлено о том, что Восточный военный округ со штабом в городе Хабаровске поднят по тревоге и отправился на учение в Беларусь. И они официально заявили, что разместят на российские подразделения на границе с Украиной, в том числе на границе с Украиной. Наши друзья из Великобритании отправили 8 бортов с противотанковыми системами. Ну, слушайте, разве в нашем армейском хозяйстве эти штуки будут лишние? Ну, конечно же, нет. И это важно. И на этой пресс-конференции Энтони, по сути, повторил четкую позицию американского государства. Он говорил и о двухпартийной поддержке, я говорил и о санкциях, и о том, что военная помощь Украине будет продолжаться и увеличиваться. Но это же прекрасно. И когда мы говорим о том, что вот эта военная истерия бьет по бизнесу, тут есть и вторая сторона. Эти наши запореговские не друзья, они же тоже от этого страдают. Тоже идет отток бабла из Российской Федерации. Ну, они нападают, мы защищаемся, но бизнес не любит войну, бизнес любит тишину. Я вам даже более того скажу, тут мои друзья уже из Москвы мне звонят и говорят, Рома, ты не хочешь записать несколько роликов на тему, ну, поразмышлять, ты же умный, на тему, что, а почему западные страны разгоняют вот эту вот зараду, нападем, нападем, мы не хотим нападать. Ну, и очевидно, люди, которые мне звонили, они действительно понимают последствия и для нас, и для них, и здравый смысл, и чувство самосохранения им говорят о том, что так лучше не делать. Я со своей стороны сказал, ребята, да все, всякое может быть, конечно, США, понятно, у них свои интересы национальные, они на 99%, а иногда на 100% совпадают с интересами Украины, но, как говорится, есть всегда нюансы. И своим собеседникам я сказал, не вопрос, видос будет, кстати, вот он, тут просто беда в чем. В том, что российскую экономику валит российский президент, это же он отказался дать гарантии безопасности Украине, он отказался гарантировать не нападение, ну, и так далее. Ну, и Сергей Лавров, вот эти всякие там свои, вот эти вот вещи, которые они там транслируют, они все эскалируют ситуацию. Оля Скобейова сходит с ума, даже сегодняшнюю утреннюю программу пропустила, наверное, перезаряжает батарейки. Но, еще раз, важно, как мне кажется, выяснить и зафиксировать, что еще ничего сверхъестественного не произошло. Здесь можно согласиться с тем, что сказал Зеленский. Хорошо, не Зеленский, президент Украины. Мы так живем не первый год. И вполне возможно, что это будет продолжаться. Конфликт будет вырешен только тогда, когда последний российский солдат залишит окременные районы Донецкой и Толганской областей и автономную республику Крым и место Севастополь. Лучше и не скажешь. Дмитрий Кулеба, мне кажется, мы, коллеги, в части называть вещи своими именами. Вот если мы рассматриваем еще один из таких аспектов, насколько я понимаю, в офисе президента действительно, вот в политическом секторе, в секторе внутренней политики и в конкуренции на внутри украинской политической арене, там недовольны. Потому что Энтони, он же сколько раз говорил на этой пресс-конференции, украинцы, вам нужна едность, совместные действия, не надо ссориться перед лицом внешней агрессии. И, мне кажется, с этим сложно не согласиться. Даже вот Шевченковский суд решил эту ситуацию не эскалировать, а в части обвинений Петра Алексеевича Порошенко взять тайм-аут. Давайте я буду максимально дипломатичный. Почему это важно проговорить? Дело в том, что давайте-ка разберемся. Даже возьмем в качестве примера Антона Красцовского, нашего дорогого, боевого российского пропагандиста. Вот о важности слов Энтони, украины свариться, Антон сказал ярче всех. Он сказал, что мы сожжем вашу конституцию на Крещатике вместе с вами. Еще раз, внимание. Он же не говорил, что условно сжигать будут только сторонников президента Зеленского или экс-президента Порошенко. Он не делает разницы. И эту разницу не делает и соответственно российское руководство. У Антона поводок очень короткий. И вот этот вот бред, который он несет, он контролируемый. И он не оговорился. Поэтому тут, как мне кажется, опять же, здравый смысл. Ну и конечно, если мы говорим об американцах, и почему я так с оптимизмом смотрю на вот эту военно-политическую ситуацию, да, мы можем обеднеть из-за этого. Но вполне возможно, что вот эта эскалация, вот это нагнетание, оно найдет выход все-таки в переговорной позиции. Что тут важно? Вот я смотрю, как российская пропаганда это все подает. Они подталкивают нас понемножечку к мысли, что американцы хотят соответственно заставить команду Зеленского пойти на переговоры по особому статусу для оккупированных территорий. Ну то есть выполнить часть требований Москвы по капитуляции Украины. Я в это не верю, и я эту опцию не допускаю. Потому что в Украине двигаться некуда. Любая постановка вопроса в таком ключе, что мы что-то там начинаем делать с оккупационными администрациями в части переговоров, особый статус, политические требования Минских соглашений и так далее, и так далее. Это приведет просто к взрыву в Украине. И то, что многим украинцам объективно не понравилась попытка посадить у Петра Алексеевича, это будет только цветочки. Потому что, еще раз, внутренняя политика и вопросы безопасности, они часто у нас перекликаются, и на этом люди пиарятся. Не без этого. Ну так это работает в демократических странах. Это правда. Но я на сегодняшний день исключаю возможность, что команда Зеленского будет заниматься, ну скажем так, проработкой каких-то вариантов в этом направлении. И американцы нас здесь не заставят. Это очень важно понимать. Если они не могут нас заставить закончить назначение специального антикоррупционного прокурора, ну тут они заставят, вот тут понемножечку вода камень точит, то в этом опросе это просто анриэл. И я когда вот анализирую политику Зеленского, мне хочется сказать, Владимир Владимирович и российская переговорная команда, ну вы все-таки, конечно, ну у вас было окно возможностей попробовать уйти из Донбасса, и что создало бы нам массу неприятностей и сложностей, потому что разрушены регионы, люди с промытыми мозгами. Понятно, там российское влияние, оно было бы колоссально. Это правда. Но вы отказались. И вот я вспоминаю свой эфир с Максимом Курниковым совсем недавно на Эхо Москвы, и он говорит, ну Украине невыгодно возвращать Донбасс, потому что там живут нелояльные люди. Ну тогда, ребят, думаем головой, если невыгодно, значит Украина не будет вести наступательных операций, и это не поддержит никто в этой стране. Правильно? Правильно. Ни сторонники Петра, ни сторонники Владимира. Володы мэра. Тут понятно. И в рамках вот этого вопроса вам не нужно нелояльное население. Ну тут еще масса нюансов. Какое оно? А кто сказал, что оно нелояльное Украине? Это первое. Ты попробуй быть лояльным Украинским, если за это посадят на подвал. А второе хочется сказать нашим кремлевским старцам. Проветривайте окна. Это что же получается? Ваш пропагандистский тезис, что нам не нужен Донбасс, потому что там нелояльное население. Так, дебилы. Зачем вы эту территорию оккупировали? Это же вы исключили Донбасс и Крым из электоральных процессов в нашей стране. И теперь все. Медведчук — это вечная оппозиция. Ну, объективно, вирус русского мира здесь немножко присутствует. Не без этого. Другими словами, с Поки каждый делает свое дело. И в данном случае нужно все-таки смотреть на военных. Еще раз. Армия, она не принимает участия в этих всех политических баталиях и геополитических раскладах. Хотя, как не принимает? Ну, главнокомандующий был в Брюсселе на заседании главных начальников штабов НАТО. То есть, этот аспект международного присутствует. Но, по сути, армия, она, как была два года назад украинская армия, так и сейчас она остается украинской армией. Дело тут не в президенте его фамилии, а в том, что Украина была ей Будой. Редактор субтитров А.Семкин